Вот так в присутствии главы региона в колл-центре станции скорой помощи журналисты пытались дозвониться до диспетчеров неотложки. К слову, колл-центр отвечает всем современным требованиям. Автомобили оснащены GPS-навигаторами и их передвижение можно наблюдать на специальном экране. Вопросы работы станции, а также в целом медицинских работников глава региона поднял в ходе встречи с представителем сферы здравоохранения. Как оказалось, здесь еще много нерешенных проблем. Если помните, по-моему, год тому назад я вам говорил, недовольствие населения сравнивало вашу работу, особенно в отношении менталитета, культуры, поведения некоторых медицинских работников. Я надеялся, что будут какие-то хорошие положительные результаты, но, к сожалению, анализ последних заявлений, обращения, информации по социальным сетям, в целом по средствам массовой информации говорят, что обратно. Таких серьезных изменений нет. Самое страшное – это потеря людей, особенно детей. Жалобы на работу станции скорой помощи поступают регулярно, и это несмотря на наличие современного оборудования и новой техники. В общей сложности на балансе станции насчитывается 69 автомобилей, в том числе 34 реанимобиля. Но даже с такой материально-технической базой медики не оказывают своевременную помощь, что приводит к трагическим последствиям. В школе, вы помните, в апреле, сколько минут звонили, сколько минут ждали машину скорой помощи. Вот недавно на всю республику прославились. 49 минут шла скорая помощь отсюда до них района. А для чего мы построили этот центр станции скорой помощи. Работа вот этой диспетчерской службы, кто их контролирует? Я вот сейчас говорил о сетке. Ты сам иногда позванивай в эту диспетчерскую и проверяй, контролируйся, за сколько минут ты дозвонишься сначала. Потом назови адрес какой-то своего какого-то родственника. Потом проверяй, за сколько медали доедет. У меня иногда сомнение, что они там специально эту самую трубку не берут, телефонную. Как подчеркнул глава Буздрава, все вызовы делятся на четыре категории срочности. На сегодняшний день в Октюбе действует 36 бригад неотложной помощи, но этого количества недостаточно. Согласно требованиям, одна бригада должна охватывать население численностью не более 10 тысяч человек. У нас есть современные оборудованные здания станции скорой помощи. Недостатки в работе есть, вы их уже подметили. Мы не оправдываемся, а город активно застраивается у станции свой радиус обслуживания. Сейчас ведется разработка проектно-смертной документации на средства подстанции в микрорайоне Нурак-Тубе. С этим вопросом мы уже обращались в городской Экимат по поводу выделения участка. Что касается подстанции, в селе Каргалинске есть больница. Почему нельзя освободить несколько помещений и оборудовать подстанцию там? Зачем нам за миллионы строить новые объекты? Просто необходимо искать другие пути решения. Строить что-то новое нет смысла, пока не начнете нормально работать. И вообще не нужно винить родителей, которые якобы не смотрят за своими детьми. В вашу задачу входит оказание неотложной помощи. Здесь никаких отговорок быть не может. Просто надо работать с душой. В ходе встречи звучали предложения открыть при городских поликлиниках дневные бригады скорой помощи, а также регулярно повышать квалификацию медиков. Кроме того, медработникам важно соблюдать этику при работе с пациентами. Наши врачи, коллеги, мы не умеем разговаривать с людьми и не хотим. Вся беда в этом. Ведь никто из нас, ни один человек по доброй воле не переступит порог больницы, милиции, суда. Только беда его заставляет. Это только беда. Поэтому к ним надо относиться с большим уважением. Врачом может быть только тот человек, у которого есть чувство сострадания больному человеку. В свою очередь глава региона поручил навести порядок в городских поликлиниках. А инвесторам, построившим станцию скорой помощи, важно до конца исполнить взятые договорные обязательства по линии ГЧП. Самый главный организационный вопрос. Под учредителем давайте мы с вами договаривались. У нас есть договор, условия договора. А с этой скоростью вы должны следить за выполнением условия договора. Договор двухсторонный. Ответственность должна быть двухсторонной. Не бывает так, только в одну сторону. Мы на сегодняшний день, данные произведения обязательства мы выполнили, теперь за ними. Николай Сырбов, Самат Каликенов, телеканал Актубе.